МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководителями правоохранительных органов, во время которой был представлен новый начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области. На эту должность указом президента страны Владимира Путина назначен полковник внутренней службы Алексей Климов. С личным составом его познакомил директор ВСИН России Аркадий Гостев, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Самарцы смогут проголосовать за благоустройство родного города 15, 16 и 17 марта в дни выборов президента. В этом году всероссийское голосование состоится уже в четвертый раз. В Самарской области в голосовании участвуют 12 муниципалитетов. Самара, Тольятти, Новокубышевский, Нельск, Чапаевск, Котрадный, Жакулевск, Октябрьск, Похвестнево-Сызрань, поселки городского типа Безенчук и Смышляевка. Всего на выбор представят 101 территорию. Набравшие наибольшее количество голосов объекты будут благоустроены в 2025 году. Сегодня в Волжском районе на выезде из Новокубышевска произошло ДТП. Погибла женщина. Как уточнили очевидцы, она переходила улицу Шоссейную. В Главном управлении ВД по Самарской области сообщили, что авария случилась в 7.35 на втором километре дороги Самары-Волгоград-Новокубышевск. 32-летняя женщина-водитель на Ниссан Тиана сбила пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. В селе Борма Елховского района сгорела охотничья база. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров, сообщили в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям. Как уточнили в ведомстве, пожар вспыхнул в 6.50. Огонь быстро охватил два этажа строения и угрожал перекинуться на соседние дома. На место прибыли пожарные автоцисцерны. Во время тушения задействовали 6 единиц техники и 18 человек. В 7.40 огонь локализовали, а в 9.14 ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет. В Самарской области 7 заведений вошли в сотню лучших ресторанов России. Оргкомитет национальной ресторанной премии опубликовал лонг-лист 24-го года, сообщили в Министерстве туризма региона. Позже жюри отберет рестораны, которые попадут в шорт-лист. Победители станут известны 9 апреля. Самарская область вошла в число самых востребованных направлений для летних поездок россиян. По данным сервиса по поиску авиабилетов, спрос на бронирование отелей летом 24-го года в 63-м регионе вырос на 197%. Отели туристы бронируют за 4 месяца до путешествия, а средняя продолжительность поездки составляет 2 дня. На юге страны самыми востребованными стали Республика Крым и Краснодарский край. Помимо этого, этим летом вырос интерес к Ростовской области, Нижегородской и Калининградской.